Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в студии Марина Павлова. Подводим итоги понедельника. Убийца симферопольских медиков оставил возле тела санитарки записку. На своей кардиограмме написал, что это месть за неоказанное лечение. Его полечили, но он себя чувствовал не очень хорошо. И вот на этой почве. Шесть человек в состоянии наркотического опьянения. Итог рейда полицейских по ночному клубу. Под наркодиспансерия в течение ближайших дней будет проведено уже более углубленное исследование для того, чтобы определить, действительно ли они находятся в состоянии наркотического опьянения и какие, возможно, они наркотические средства употребляли. Подозреваемым в нападении на станцию скорой помощи в Симферополе стал Бекир Нибиев, 55-летний мужчина, отец проходящего по делу 26 февраля Эскандера Нибиева, оператора телеканала АТР. Бекиру Нибиеву удалось скрыться с места преступления. И пока он не найден, сейчас в его поисках задействованы все силы полиции, ФСБ и Следственного комитета. По версии правоохранителей, мужчина имеет при себе ружье 12-го калибра и 200 тысяч рублей. Оснований полагать, что подозреваемый успел скрыться на Украине, у них нет. С собой он не взял никаких документов, паспорт оставил дома. По версии полиции, Бекир Нибиев скрывается в Симферопольском или ближайших районах. Напомним, 26 сентября, примерно в 4 часа дня, мужчина ворвался на подстанцию скорой медицинской помощи номер 2 и открыл огонь из охотничьего ружья. Как утверждает директор медучреждения, конкретных жертв не выбирал. Скорее всего, он хаотично стрелял, скорее всего, хаотично. Но в результате у нас пострадало 4 человека. К сожалению, 2 человека погибло. Санитарочка погибла здесь на месте. Девочка-фельдшер у нас скончалась в больнице. Ну, вот сейчас у нас еще один фельдшер, мужчина, находится в 7-й городской больнице города Симферополя. У него огнестрельное ранение головы. Ну, и девочка-фельдшер с ранением руки тоже находится в 7-й городской больнице, но ее состояние в средней степени тяжести. После нападения мужчине удалось скрыться на своем автомобиле. В попытке быстро покинуть место преступления он два раза врезался в дерево. На москвиче голубого цвета Бекер Небиев доехал до дома и оставил его там, успев прихватить с собой ружье и 200 тысяч рублей. Далее, как предполагают правоохранители, в бегство он отправился пешком. Версии, почему мужчина пошел на преступление, уже есть. Одна из основных версий, которые рассматривает следствие, это о том, что убийство было совершено по, скажем так, личным мотивам. По личной неприязни подозреваемого к медицинским работникам. Это связано именно с тем, что, по его мнению, его лечили не так, как бы ему бы хотелось, скажем так. То есть, его полечили, но он себя чувствовал не очень хорошо. И вот на этой почве, собственно. Подсказку мотива убийства Небиева ставил на месте преступление. Он написал на своей кардиограмме, что это месть за неоказанное лечение и положил листок возле тела убитой санитарки. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По Крыму объявлена операция перехват. К расследованию подключилась и прокуратура республики. Все работают скоординированно и в усиленном режиме. Действия направлены на то, чтобы максимально быстро разыскать подозреваемого. Это резонансное преступление. Преступника ждет самое строгое и жесткое наказание. Санкция там вплоть до пожизненного лишения свободы. Две человеческие жизни и сотни скорбящих. Впоследствия мести Бекера Небиева стали непоправимы. Сегодня родные, близкие, коллеги и друзья, пациенты и сиферопольцы, проживающие по соседству с постанцией, простились с погибшими. Санитаркой Татьяной Котковой и фельдшером Ириной Суханик. Панихида прошла в здании Центра медицинской помощи. На кладбище в Джанкой и Симферопольский район тела погибших медиков увезли на машинах скорой помощи с включенными сиренами. Юлия Попович, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ. Тем временем еще двум пострадавшим, но оставшимся в живых, сотрудникам подстанции неотложки номер 2, в больницах Симферополя оказывают медицинскую помощь. 42-летнего фельдшера, который получил огнестрельное ранение в шею и голову, удалось спасти. Изначально его состояние оценивали как крайне тяжелое. Сегодня он уже принял первых посетителей. Мужчину успешно прооперировали в Симферопольской городской клинической больнице номер 7. Для дополнительной консультации в крымскую столицу прибыли медики из Москвы. Он принес хорошо операцию, Сергей Владимирович. Мы моментально отреагировали, становили кровотечение и пришел в сознание через несколько часов после операции. Так что четко сработал. Я, как главный нейрохирург, благодарю коллектив больницы. Слаженная работа. 21-летняя фельдшер, раненая в предплечье, получает необходимую медпомощь в отделении травматологии Симферопольской клинической больницы номер 6. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести. Опасности для жизни нет. На данный момент все больницы Симферополя подусилены охраной правоохранителей и самообороны. Сергей Аксенов заверил, семьям пострадавших и убитых республика окажет поддержку. По 400 тысяч рублей правительство выделило. Что еще в личном плане будет необходимо, я имею в виду поддержать в плане детей, родственников, близких. Посмотреть, что можно помочь, кому нужно будет трудоустройство, обучение и так далее. Все поможем. Алла Николаевна контроля сейчас этот вопрос держит. Постараемся облегчить, в первую очередь, участь родителей, которые потеряли своих родных. Ничем это возместить и компенсировать, такие потери нельзя. В центре Симферополя загорелась многоэтажка. Пострадало два человека. Пожар начался сегодня в 15.30 на улице Воровского, 60. Огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы. Всего для тушения пожара привлекли пять единиц спецтехники и более 20 человек личного состава. Спасатели вынесли из огня двоих пострадавших и передали в руки врачей скорой помощи. Один из них госпитализирован с ожогами первой и второй степени в шестую городскую больницу. Состояние здоровья пострадавших не вызывает у медиков опасения. Из-за сильного задымления из здания также эвакуировали шестерых жильцов. Из-за киплами не начинали подниматься на девятый этаж. Но в конечном итоге огонь удалось вовремя потушить. Ориентировочная площадь возгорания порядка 20 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причину пожара. Родился в рубашке. Еще три секунды назад школьник стоял у проезжей части в центре Симферополя. Отошел и тут же на это место влетает потерявшее управление иномарка. Видео аварии на проспекте Кирова в соцсетях выкладывают жители Симферополя. По данным с видеокамер ДТП произошло около 7.26 утра. Видно, как машина на полном ходу врезается в столб рядом с остановкой, где только что прогуливался мальчик. Данные об этой аварии в сводке ГИБДД Крыма отсутствуют, из чего можно сделать вывод, что водитель автомобиля не пострадал. В то же время один из пользователей заявил, что лично знаком с неопытным водителем. Мол, за рулем находился 18-летний парень, который перепутал педали газ и тормоз. Ночные клубы Симферополя оказались под прицелом федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские провели очередной рейд в одном из вывеселительных заведений. В итоге было задержано 6 человек, которые, по мнению наркополицейских, находились в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители руководствовались внешними первичными признаками. Окончательное заключение дадут врачи после детального исследования анализа крови. В наркодиспансере в течение ближайших дней будет проведено уже более углубленное исследование для того, чтобы определить, действительно ли они находятся в состоянии наркотического опьянения и какие, возможно, они наркотические средства употребляли. Подобные рейды сотрудники ФСКН обещают проводить регулярно, чтобы не допустить появления новых очагов распространения так называемых спайсов и солей, ведь чаще всего их употребляют именно любители танцевать ночи напролет. К тому же предупреждают наркополицейские и владельцев ночных клубов. В федеральном законе есть статья за создание условий, способствующих распространению наркотиков. За это предусмотрена ликвидация юридического лица и закрытие заведения. Еще одним регионом-партнером у Крыма стало больше. Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали председатель Государственного совета республики и глава законодательного собрания Кировской области. Во время встречи стороны договорились об обмене опытом в сфере законотворческой деятельности, о совместной работе по подготовке и внесению в Государственную Думу проектов федеральных законов. Обсудили и возможность развития взаимных деловых контактов, в том числе организацию поставок местных товаров на рынки регионов. Будут и совместные проекты в социальной сфере и в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи. «Высшим результатом всех соглашений должно быть экономическое сотрудничество. В этой части нам еще предстоит очень много сделать. Но дорогу первую прокладывают парламентарии. Мы первые прокладываем дорогу, первое общение. Первое общение на уровне обмена опытом по законодательной работе. Есть чем учиться. Я тоже не изобретаю самим велосипед, смотреть, какие программы работают. Мы сейчас только договорились, что есть у нас некоторые успехи, некоторые проблемы. Например, это же законодательство по капитальному строительству, по капитальному ремонту многоквартирных домов, по пассажирским перевозкам, в сфере государственного частного партнерства, в сфере сотрудничества с районами республики». Вы смотрите наши новости, не переключайтесь. Сельскохозяйственные ярмарки в Симферополе могут стать ежесубботним мероприятием. Пообщаемся после проведения ярмарки с фермерами, с хозяйствами. Отчет ОБСЕ о ситуации с правами человека в Крыму – дубляж позиций госдепа США, не имеющий никакого отношения к реальности, считает вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. Принцип «давайте выслушаем и другую сторону». Здесь от этого принципа наши оппоненты отказываются. Сельскохозяйственные ярмарки в Симферополе могут стать еженедельными. Об этом задумался Геннадий Бахарев, посетив одну из них на этих выходных. 250 предпринимателей, фермеров и товаропроизводителей выставили на продажу качественный продукт по приемлемым ценам. Состоявшаяся ярмарка говорит об одном. Продовольственная блокада Крыму не помеха. Полуостров плюс продукция из материковой России в полной мере обеспечивает потребности крымчан. Мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, крупы – ассортимент широкий. На четырех площадках крымской столицы горожане могли приобрести свежие, качественные продукты питания. Без посредников около 250 предпринимателей, в основном крымские, предлагают товар по приемлемым ценам. К примеру, мясо здесь дешевле, чем на рынке. «Ребрышки 230, антрико 250, на кости улезть мясо по 170, мякоть 350, говядинец. Как и были». А некоторые предприниматели решили сделать подарок симферопольца. Яйцо, которое сейчас на рынке стоит от 45 до 50 рублей, за десяток здесь продают за 35 рублей. 14 400 штук привезли на ярмарку. Спустя три часа почти все разобрали. «Кто-то держит цены высокие, но мы решили сделать такой для них сюрприз. Поэтому у нас торговля прошла быстро, и люди очень довольны были. Благодарили, говорили спасибо». К 10 утра многие уже успели сделать закупки. Некоторые лотки к этому времени уже свернулись. Несмотря на то, что ажиотажа не было, торговля шла быстро. «Отлично, дешево, доступно, все нормально. Так что жаловаться не стоит». «И виноград по 80 взяла, и грушу по 80, а не по 100. И грибы по 120. Так что… А на рынке 300. Да, 280 и 300 грибы. По виноград 120, 140. «Вот такая вот сегодня. Так только разместить не могу». «А что вы уже успели себе купить?» «И фарш взяла, и колбаски взяла, и пшена взяла дешевая, и макароны взяла, ну всего взяла. Вот такую вот». «А как вам цены?» «Цены отличные, девочки, очень хорошо. Пусть каждый раз такое будет хорошо, передайте начальству». А у руководства города такая мысль уже созрела. Геннадий Бахарев задумался над тем, чтобы сельскохозяйственную ярмарку сделать мероприятием ежесубботним. «Рассматриваем вопрос, возможно, да. Пообщаемся после проведения ярмарки с фермерами, с хозяйствами, если действительно востребовано, потому что процентов 10, мне говорят, уже уехало. То есть они расторговались с утра и уехали». Производственная блокада со стороны Украины Крыму не помеха, и ярмарка это доказывает. Сегодня республика плюс поставки с материковой России в полной мере обеспечивают потребности крымчан в продуктах питания. В этом году ярмарка стартовала раньше обычного. «Потому что было определенное нагнетание о том, что будет закрыта граница и будет взлет цен, не будет хватать продуктов. Но вы видите, что пока мы видим, что продуктов хватает, цены практически не отличаются, а на ноги просто были опущены». Крымские сельскохозяйственники урожаем этого года более чем довольны. Фермер из Джанкойского района Вячеслав уверяет, что такого результата в последние годы добиться не получалось. Циква, капуста, картошка – все, что растет на его земле в этом сезоне, приумножилось. Фермер верит. Это все благодаря политике Путина. Все люди патриотически настроены на то, что если в прошлом году как-то было еще это вялое, то в этом году уже все тянулись для того, чтобы никакие украинские экономические блокады нас не сломили. Это нас подталкивало, чтобы как можно больше в этом году добиться наибольшего результата. За последнее время потенциал полуострова в части производства сельхозпродукции возрос. Но руководство республики уверенно заявляет – это только начало. Юлия Попович, Роман Ананиев, служба новостей и ТВ. Как и предполагалось, от продовольственной блокады Крыма пострадала только Украина. Сельхозпроизводители Херсонской области уже на грани бунта. От действий Джамилева и Чубарова страдает бизнес, покупателей нет. Цены на рынке пришлось снизить до рекордно низких. Украинцы о блокаде рассказывают эмоционально, в красках, не скупясь на выражения. Цены, конечно, упали. Было 7 рублей сдавали. Сейчас вот все по рубль еле-еле сдаем. Это вообще беспредел, я считаю, правительство. Сейчас удобрение, допустим, сказать. Мне сейчас на 300 рублей надо побрызгать огурец, а я на 300 рублей все сдал. Плюс за машину заплатить надо. По нолям выхожу и все. Сидим, конечно, холодочком. Покупателей нет, в принципе. А цены упали? Конечно, падали. Цены попадали. Это два крымских депутата. Они избраны людьми в Крыму. Пожалуйста, наводи порядок в Крыму. Причем тут, чего на Украине, я не понимаю. Будешь пиар перед выборами роблять собі, понимаете? Я вчера там все побачила, як вони обращаются с людьми. Як вони називають цих дальнобойщиков, які стоят там голодні-холодні. Каже, бариги стоять. Це сам розказував цей Порасюк. Каже, ви не люди, ви бариги. А цены за ці два дні сильно упали? Конечно, упали. Все упало. І торговля, і цены, все упало. Роблять український народ, він каже, що я патриот. України, ми українці. Він робить українців, нас робить нижчими. Польща запретила в'їзд в страну Георгию Мурадову, генеральному секретарю Российской ассоциации международного сотрудничества для участия в конференції ОБСЕ по правам человека, который в эти дни проходит в Варшаве. МИД России уже высказалось, что решение мольских властей грубое нарушение целей принципов работы ОБСЕ, самого ее института, который призван защищать права человека. Мне не дают возможности поехать туда, где обсуждается вопрос Крыма. А это уже прямое нарушение всех принципов работы международных организаций. Принцип «давайте выслушаем и другую сторону». Здесь от этого принципа наши оппоненты отказываются. При этом высказываются абсолютно лживые позиции. Я подчеркиваю, полностью извращаются все факты, касающиеся тех событий, которые произошли в прошлом году в Крыму. И извращаются факты нынешней ситуации в нашей республике, в республике Крым. Доклад миссии, касающийся положения прав человека в Крыму, Мурадов назвал американской версией, так как во многом дублирует позицию Госдепа США. Весь отчет построен на едином тезисе аннексии территории Крымского полуострова России в 2014 году. А выводы о ситуации с правами человека в Крыму в отчете делаются по результатам бесед с людьми на территории Украины, которые после референдума уехали за пределы полуострова. Насколько достоверен такой доклад? «Это не доклад, это больше эпос американского внешнеполитического ведомства. Вот их желания, это их амбиции, их притязания на Крым, и их, скажем так, это подходы, их действия, направленные против России с использованием крымско-татарского фактора. Реконструкция боя солдат Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками в лесу прошла в минувшие выходные в Сиферумпольском районе неподалеку от села Константиновка. Участники военно-исторического клуба Отечества при содействии администрации района провели эту акцию для укрепления военно-патриотического воспитания нового поколения». Представить, как все было тогда, в тяжелые годы войны, постараться понять, а главное почувствовать то же, что чувствовали советские солдаты, вступая зачастую в неравный бой с силами немецко-фашистских оккупантов. Главная цель этой военно-исторической реконструкции, рассказывает один из участников военно-исторического клуба Отечества Владимир Волынка. Именно он условно ведет в бой группу молодых ребят. «Я хочу, чтобы молодое поколение понимало, как тяжело было в годы войны выживать нашим отцам и дедам. Мало ли что может случиться в наше время. История всегда повторяется. И мы хотим, чтобы наше поколение, то есть молодое поколение, было готово к любому повороту событий». Кому-то пистолет-пулемет Шпагина, кому-то винтовка Мосина. Все это одни из главных наравне с красным знаменем символов победы 45-го. Оружие, благодаря которому была выиграна Великая Отечественная война. Патронов немного, не больше 10 штук в руки. Впрочем, даже с такими скромными запасами советским солдатам зачастую удавалось одерживать верх над нацистами. Среди отряда красноармейцев есть и девушка. Сегодня Татьяна Головцова. Наравне со всеми вооружена и готова ко встрече с силами неприятеля. Девушка признается момент волнительный и ответственный, так как подвезти своих товарищей просто нельзя. «Сам тот момент, когда ты идешь, ты не знаешь, чего ожидать тебя. То есть, что будет сейчас. Тебя убьют или ты останешься живой. То есть, вот то чувство, за которое тебе хочется бороться. То есть, чувство свободы». Эта акция в первую очередь направлена на укрепление патриотического духа молодых ребят. Именно поэтому администрация района и оказывает необходимую помощь в организации проведения реконструкции. «Организатором выступил наш родной клуб, который на территории Симферопольского района 1 ноября будет отмечать свое шестилетие. Это клуб Отечества, который уже провел более 10 реконструкций самостоятельно и около 20 реконструкций принимали участие. А также «Молодая гвардия». Это наша молодежная организация, которая на сегодняшний день является самой патриотической в районе, работает полностью и взаимодействует со всеми муниципальными органами власти и ставит основной задачей дело военно-патриотического воспитания молодежи, за что им огромное спасибо и им, и Клубу Отечества». Любовь к Отечеству и чувство долга перед своей великой родиной, России – это то, что помогло выиграть войну с фашистской Германией в 45-м. Это то, что помогает стране справляться с невзгодами и сегодня. Уверены участники акции. Именно поэтому патриотическое воспитание так важно. В Ялте прошла акция «Милосердие» под названием «Белый цветок». В ходе благотворительного мероприятия крымские школьники собрали средства для помощи социально незащищенным и многодетным семьям, проживающим на территории республики, продавая за символическую плату в 5 рублей прохожим цветы белого цвета. Акция прошла при поддержке Министерства труда и социальной защиты Крыма и под патронатом владыки Симферопольского и Крымского лазаря. Закончилось мероприятие большим концертом с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов, а также приглашенных артистов. Сегодня мы должны показать настолько семей, которые имеют деток больных, семьи, которые нуждаются в нашей помощи, несмотря на то, что, конечно, государство очень много оказывает им поддержки, в том числе в социально ориентированном Крыму, где очень много мер социальной поддержки. Но в любом случае этим семьям, в которых живут дети-инвалиды, либо многодетные семьи, у которых действительно сложная жизненная ситуация, им пароль просто не хватает внимания, поддержки какого-то совета, психологической поддержки. 29 сентября – Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания, как в России, так и во многих других странах мира, были и остаются одной из главных причин растущих показателей смертности населения. Именно поэтому в Минздраве России и Крыма делается все возможное для того, чтобы мероприятия по профилактике таких заболеваний проводились регулярно и охватывали как можно большее количество граждан. Сердечно-сосудистые заболевания – одни из самых опасных и тяжело излечимых. А из всех человеческих недугов, пожалуй, еще самые широко распространенные. Только за этот год болезни сердца унесли жизни свыше тысячи крымчан. И с каждым годом эта цифра только растет. Осуществляется оказание специализированной кардиологической помощи детскому населению в возрасте от 0 до 18 лет. На диспансерном учете по итогам 2014 года у нас состоит более 12 тысяч детей из заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из них наиболее емкие, наиболее большую группу в структуре заболеваемости составляют рожденные пороки сердца, и их количество растет с каждым годом. Тем не менее, если диагностировать заболевания на ранней стадии, шансы на выздоровление достаточно высоки. Тем более, что высокотехнологичную медицинскую помощь крымчанам теперь оказывают и на материке, в частности, и в Москве. Мы активно выявляем таких больных, направляем на оказание помощи то, что необходимо сделать в Крыму, а тех, которых мы не имеем возможности оперировать здесь и оказывать соответствующую помощь, мы отправляем в ведущие учреждения, федеральные учреждения Российской Федерации. У нас подписан договор с институтом Бакулева, это ведущее учреждение, специалисты которого приезжают практически ежемесячно, занимаются тем, что рассматривают наших пациентов, помогают в диагностике. Если необходимо, таких пациентов оперируют, то оперируют за пределами Крыма, оперируют в Москве. В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями профилактические меры одна из самых главных составляющих. Поэтому при малейших подозрениях медики рекомендуют гражданам не тянуть и обратиться к врачам по месту жительства. Вторая же половина успешной борьбы – здоровый образ жизни, исключающий злоупотребление алкоголем и табаком. Егор Петрунин, Николай Гришко, Служба новостей ТВ. Таким был этот день. Спасибо, что были вместе с нами. Увидимся завтра. А прямо сейчас не пропустите новости спорта. Подготовил их Тарас Брезицкий. Бежит вся Россия, бежит Крым. В Симферополе более двух тысяч активистов в полдень 27 сентября стартовали в Кроссе нации. Это один из самых больших массовых забегов в стране. Для того, чтобы поучаствовать, необходимо просто прийти на площадь Ленина, заполнить анкету, выбрать дистанцию и побежать в унисон с остальными уголками большой страны. Регистрируют участников от мала до велика. Самая юная любительница физкультуры чуть больше двух. Старшему за 80. Анатолию Богатыреву из Симферополя 79. В дебютном для Крыма, прошлогоднем Кроссе нации, он не участвовал. Помешала травма. А сейчас не просто пришел, а пробежал длинную дистанцию. Говорит, для коротких уже не хватает здоровья. С годами ветеран повышает и расстояние. Есть время размяться, пока это со старта разогнется. Пошел, пошел, а потом уже пошло хорошо. А на короткой сразу на мышцы нагрузка можно и порвать. Всероссийскую акцию поддержали и в крымском правительстве. Причем не словом, а делом. Сегодня поддержана наша глава Республики Крым, председателем Совета Министров Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым. И очень многие члены правительства заявили свое желание сделать старт именно на этом мероприятии. Самыми спортивно активными оказались министр спорта Георгий Шестак, а также Михаил Шеремет и Руслан Бальбек. У первого вице-премьера под индивидуальным номером красуется футболка с портретом Путина. У Бальбека крымский герб на груди. Физических нагрузок представители власти не боятся. Готов. Дело в том, что у нас в принципе весь Совмин сегодня занимается спортивными мероприятиями. Каждый приобщается, потому что сегодня есть хороший стимул. У нас, вы знаете, руководители являются главами спортивных федераций. В данном случае Сергей Валерьевич Аксенов, глава Республики, возглавляет спортивную федерацию борьбы. Поэтому здесь в любом случае необходимо подтягиваться и есть хороший стимул и для госслужащих, и для нашего общества, для нашей молодежи. Пускай нам определяют, мы готовы и на две дистанции. Ну, какая будет первая дистанция, с такой стартанем мы готовы ко всему. На выбор участника предлагаются две дистанции – полтора и четыре с половиной километра. На первой бегут преимущественно дети и любители. Бежать можно как в официальном зачете, так и для себя. Съемочная группа ИТВ не могла пропустить такой ажиотаж. Причем в буквальном смысле сегодня утром мы пришли сюда, на центральную площадь Симферополя, на площадь Ленина. Получили индивидуальные номера, мне достался 1197-й. Сегодня мы побежим четыре с половиной километра по раскаленному Симферополю. И каково это – бежать одновременно со всей Россией. Мы попробуем поднять на финише при условии, конечно, что мы до него доберемся. Специалисты говорят, бежать можно и нужно всем, причем секундомера бояться не стоит. Здесь главное – участие, а там уж если устанешь и остановиться не зазорно. Главное – правильно рассчитать силы и не переоценить возможности. Вы же видите, видите, люди. У нас половину тысячи людей прошли регистрацию уже до старта. Поэтому на старте будет гораздо больше, чем вы сейчас видите. Это нас немножко облегчает работу секретариата, судей. Для простого человека, любителя, если он такой более-менее подготовлен, сколько нормально будет, не стыдно? Ну, вы на семя видели? Ну, обычно, средняя скорость обычного любителя – 5-6 минут в километр. Умножайте. 25-30 минут. Это для незанимающих, которые просто захотел прийти, проучаствовать здесь. Но мы рады всем, даже тому, кто просто добежит, дойдет, поддержит. Да, у кого как получается. Мы стартовали во втором забеге. На площади Ленина спортивная процессия отправилась в путь. Дорога лежала по проспекту Кирова до площади Куйбышева. Затем участники повернули на Киевскую и, минуя улицу Толстого, финишировали в центре возле цирка. Быстрому бегу не способствовала отнюдь не осенняя жара. Столбик термометра в полдень достиг отметки 30 градусов выше нуля. На деле все оказалось не так сложно. Если опытные легкоатлеты прошли дистанцию в районе 15 минут, съемочная группа телеканала ИТВ уложилась в 20. До финиша добежали все стартовавшие на длинной дистанции. О медалях нам пока остается только мечтать. А вот Виктория Мара уже второй год подряд завоевала золото. Для чемпионки России в беге с препятствиями это неудивительно. Своим примером она заряжает всех, кто пока побоялся присоединиться к всероссийскому забегу. Не стоит бояться. Даже если первый раз не получилось, получится в следующий раз. Главное не останавливаться над достигником. Количество участников Крымского кросса более чем вдвое превысило прошлогодний показатель. Хотя до лидеров республики пока далеко. Среди самых активных Казань и Екатеринбург. Там одновременно стартовало свыше 20 тысяч горожан. Домашний матч из Севастополя против Бахчисарая все поначалу складывалось не в пользу моряков. Аутсайдеры Крымской премьер-лиги доставили немало хлопот одному из главных ее фаворитов. Бахчисарайцы могли открыть счет и поставить хозяев в крайне неудобное положение уже во втором тайме. Но Игорю Дудову не хватило хладнокровия, чтобы забить пенальти. Футболист обманул вратаря СКЧФ, но за Дмитрия Щендрыгина сыграла штанга. Севастопольцы наказали Бахчисарай за транжирство на последних минутах игры. В очередной раз джокером Олега Личинского оказался Юрий Плежаков. Форвард, несмотря на напряженность момента, проявил выдержку и отправил в сетку единственный победный мяч. «Хорошая команда, хороший уровень показала. Не надо смотреть, сколько у них очков. Не надо смотреть, как они играют в футбол. Последние три игры, те что мы сыграли с Таврией, с Океаном и с Евгастополем. Я думаю, они заслуживают самого лучшего мнения о себе». «Игра очень понравилась. Я вам скажу, вот с кем играли. Сегодня самый высокий темп был у соперника, и мы старались его выдерживать. Может, в некоторых моментах нас чуть придавили к воротам, но мы тоже, в свою очередь, немного так покусали Севастополь. И, как я считаю, мы не наиграли на поражение». В оставшихся матчах Тура Кафа обыграла Евпаторию со счетом 2-1. А Рубин с результатом 3-0 разгромил Беркут. Симферопольская Таврия сохранила отрыв от Севастополя в турнирной таблице. Столичная команда, благодаря двум голам, забитым обладателю Кубка Крыма Керченскому океану, набрала уже 16 очков и на 4 балла опережает моряков. Долгое время на табло Симферопольского стадиона «Локомотив» светились нули. Открыть счет сумел Ролан Погорельцев уже во втором тайме. Защитник ТСК подключился в штрафную океана на стандартное положение и сумел переиграть опекунов в воздухе. А за треть времени оставшегося до финального свистка в очередной раз удачно сыграл Евгений Одинцов. Футболист Таврии забил эффектный мяч после не менее изящного паса от Антона Монахова. Больше в этой встрече соперники не забивали. Правда, с худшей стороны успел отличиться Валерий Басиев, заработавший два предупреждения за три минуты. Теперь футболист пропустит следующий матч, который Симферопольцам предстоит провести на выезде в Армянске. Редактор субтитров А.Семкин